Микс Ньюс Я слышал, что врагов лучше держать поближе. Это сказал тот, у кого было мало врагов. Зима близко. К чему приведут Игры Престолов в современном мире? Цикл программ о явлениях, знамениях и интерпретациях. Культ Просвет. Ведущие Денис Ханов и Вадим Родионов. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Зима близко». Это в какой-то степени вариация на тему культ просвета. В рамках зимы мы обсуждаем различные актуальные политические темы. Темы латвийского общества и глобального мирового пространства. В студии мы коллега Вадим Родионов. Денис Ханов и звукорежиссер Родион Золотарев. Достаточно давно мы не общались в этом формате. Уже вторая половина мая. А у нас на дворе все зима и зима. Я сегодня шел в студию, думаю, каким образом можно связать тему вечной зимы с литературным наследием, допустим, XIX века. И вспомнил сказку Оскара Вайлда об эгоисте великане, который в своем саду не пускал никого другого, чужого, гонял детей, пугал их. Они его боялись, и поэтому в его, скажем, саду всегда царила зима. Только потом, когда он увидел слезы маленького ребенка, который был олицетворением Христа, и проникся и болью, и стигмами, и принял, то тогда, собственно говоря, в саду расцвели первые деревья. Ну, в общем, классический сюжет, когда растаяло сердце некого злодея или, в общем-то... Или просто-напросто закрытого человека. Красавец и чудовище, в общем-то, это история. Да, или не человек, а мифического существа. Или не человек, а мифический оленький. Да, это верно. На самом деле здесь скорее речь идет, скажем, о том, что это сказка, аллегория того, что не делиться, не пускать, закрываться, может быть, прятаться от другого несет зиму и в прямом, и в переносном смысле. Поэтому, несмотря на подступающее лето, сегодня наша тема вновь посвящена тому, как мы в Латвии друг друга не слышим, не в состоянии впустить в другое пространство. И символом или импульсом для сегодняшней дискуссии стал разворот журнала. Что это был за журнал? Приват-отзывы. Приват-отзывы. Достаточно популярный журнал, потому что, в принципе, желтая пресса пользуется популярностью, скажем, и в русскоязычной читающей среде, и в латышской среде. И на этом развороте виден, по сути дела, пикник. Фрагменты фотографий из пикника. Пикник не на обочине. Не на обочине. Относительно теплый майский день. И политики Сандра Кални, это и Карли Шадурскис. Напомним, что Карли Шадурскис – это бывший, знаменитый в кавычках, министр образования, со всевозможными эпитетами, которыми его наделила русскоязычная аудитория Латвии. Они, собственно говоря, наслаждаются природой. И в саду, ну не знаю, я не видел там, условно говоря, шашлыков и, скажем, классического пикника, но Сандра Кални была одета в очень импозантное платье, геометрические формы. Это были параллельные черно-оранжевые или черно-желтые ленты, которые в определенной комбинации хорошо известны латвийской или, условно говоря, восточноевропейской аудитории, так называемые цвета георгиевской ленты, которая стала частью всего политического антуража, связанного с Днем Победы. Ну вот интересно, что действительно Сандра Кални пришла в этом платье. Кстати, мы нашли архивные записи, она выступала на различных мероприятиях. То есть это платье ее не смущало до определенного момента. Так вот, она пришла в сад Карли Сушадурски с этим платьем, он взял ножницы, он разрезал это платье прямо на глаза, то есть нет, прямо на Сандре Кални. Это тут как бы такая барабанная дробь, был ли эротический подтекст и контекст? Нет, этого не было, потому что Сандра Кални была, в общем-то, облачена, если не там, в битловку и джинсы. Но, тем не менее, разрезав это платье, они смочили его спиртом, как сказала экс-министр иностранных дел, с 70%, который остался у нее от дедушки легионера. Это очень важный момент. Ну, в общем, намочив спиртом, они, собственно, подожгли и устроили такое ритуальное сожжение платья, которое напомнило Сандре Кални, вероятно, Карли Сушадурски, георгиевскую ленточку, или, по крайней мере, какие-то такие аналогии у них вызвало. Но, на самом деле, вот эта история могла бы быть просто какой-то, ну, странной историей, если бы эти два человека не являлись представителями политической элиты нашей страны. Потому что Сандра Кални – это сейчас депутат Европарламента, просто министр иностранных дел, Карли Сушадурски – это министр образования и науки, профессор математики, кстати. И вот эта вот история, не знаю, вызвала во мне достаточно противоресивые чувства, потому что, хорошо, мы понимаем, что выборы приближаются, и кто-то, как может, так и пытается привлечь к себе аудиторию, мобилизовать, но это уже выходит за некую грань просто хорошего поведения, потому что я смотрю на этих людей, они, в общем-то, не вызывают у меня ничего уже больше, кроме жалости, потому что, ну, если вы так развлекаетесь, ну, в общем-то, это говорит о неких проблемах. Когда ты переслал мне этот материал, и я взглянул на фотографию, в этом журнале, то первое мое впечатление было схоже с тем, когда мы вдруг невольно становимся свидетелями чего-то, что заставляет нас отвести взор, опустить глаза и, условно говоря, сделать вид, что мы что-то незаметили, что-то такое неприличное или, скажем, неудобное. Испанский стык. Да, но, условно говоря, как в том анекдоте, когда Лакей, зная о пристрастии своего господина к переодеванию в женское платье, случайно открывает его гардеробную и видит, что его хозяин уже как бы облачился в женский туалет, он говорит «Простите, мадам!» и закрывает дверь, условно говоря, сохраняя его дискретность и сохраняя уважение и к себе самому, и к тому, чему он стал свидетелем. Здесь ты упомянул эротический момент. Конечно, разрезанное платье может звучать, особенно в контексте моего любимого 18-го столетия, как некоторая эротическая овертюра, но я уверен, что наши политики, особенно если присутствуют СМИ, интересно, они были приглашены на пикник или заранее знали о том, что произойдет подобная акция. В любом случае, я уверен, что наши политики сохраняют свою моральную устойчивость, ведь они же носители традиционных ценностей, а у нас других в парламенте просто нет. Бунтарей и распущенных, скажем, либералов у нас, в принципе, исторгает из парламентской среды, поэтому я уверен, что никакой эротики там не было, только высокий национальный дух. Только порнография, я хотел сказать, потому что это было пошло. Ну, знаешь, как бы эротика – это красиво, да? Эротика – это картины мастеров, сломанской школы. Да, но для этого не соживают СМИ. Да, здесь, в общем-то, никакой эротики, конечно, нет. Эротическим подтекстом или контекстом я это назвал именно поддипломатическим соображением, потому что, на мой взгляд, это была достаточно пошлая, вульгарная акция, которая, в общем-то, ну, которая хотела показать, видимо, своему электорату, Сандра Калнета и Карли Шадурски, насколько они правильно ориентированы в этом смысле. Борьба с символами? Ну, вот таким образом, не знаю. Знаешь, вот я как раз тоже думал на эту тему. Я написал пост в Фейсбуке, где, в общем-то, ну, высказал свое мнение, достаточно дипломатично, кстати, об этой истории. И сразу получил, в общем-то, от некоторых латышеско-говорящих граждан нашей страны, небезразличных, что я работаю на «Спутник», что я, значит, пропагандист кремлевский, потому что вообще по какому праву я поднял эту тему в Фейсбуке. И, более того, продолжая дискуссию, мне потом объяснили, что русскоязычный житель Латвии вообще не имеет права что-то говорить о Латвии именно по причине того, что он русскоязычный. Это была такая... Я не обобщаю. Это отдельные люди, не очень умные, вероятно. Но, тем не менее, такие комментарии я получил. И мне кажется, вот как раз для этих людей эта акция, это как раз бальзам на душу. Ну, бальзам, конечно, отравленный, потому что ничего хорошего в этом нет. Да, такой бальзам приводит к своеобразному. А ты, когда говоришь об этом, становишься пропагандистом. Несомненно, подобный бальзам приводит к некоторым политическому алкоголизму, иными словами, к зависимости. Потому что зависимости ведь очень разные. Не только наркотические, но и от политического дешевого содержания, от вульгарных акций. Да, я с тобой согласен. По сути дела, я должен признаться, что меня все еще можно удивить. Я думал, что от этих людей, особенно от Кални, это я не ожидал подобного. Потому что, в принципе, она, условно говоря, опытный политик латвийский. Да, она придерживается консервативных взглядов. На то она имеет право. Это ее собственные выборы, и это основа ее политической карьеры. С этим у меня нет никаких проблем. Даже как ты имеешь право в своем фейсбуке задавать любой вопрос. И так же, как другие имеют право ответить на твой вопрос, на твою реплику. Что меня удивило, это то, что все-таки это ее недостойно. Она своеобразный грандам латвийской политики. Она могла бы уже за эти годы быть более, скажем, отполированной или отшлифованной. Более респектабельной. Какие-то вещи, которые, если человек хочет сохранить свое лицо, он не имеет права делать. В этом смысле, хотя это не сравнимые фигуры, Вайра Вити Фрейберга. Ей многое можно поставить как бы в укор и критиковать. Но она не опускалась до какого-то определенного уровня. Даже когда она очень желала в какой-то определенный такой период, когда у нее закружилась голова, она желала, условно говоря, почувствовать тепло нации и дыхание коллективное. И вот она устраивала, значит, подобные массовые акции и прочее, прочее. Здесь это вульгарно. Далее я попытался заглянуть в свои ощущения поглубже и подумать, ну хорошо, почему у меня такова реакция. То, что это разрезанное платье и его сожгли там в какой-то ржавой бочке, да, это как бы моменты визуального процесса. Возьмем во внимание, что от желтой прессы ничего другого ожидать не стоит. Люди хотят подглядывать, скажем, замочную скважину. И, по сути дела, наше общество, опять возвращаясь к эротике, оно находится в постоянном состоянии возбуждения, да, и в какой-то степени эротику, может быть, заменяет даже именно политическая порнография. А что такое порнография? Это, по сути дела, нереальные фантазии, которые в жизни редко встречаются, и они могут привести к большим разочарованиям. Но я бы дальше попытался проверить, а не говорит ли во мне, условно говоря, русскоязычный, тот, кто не имеет права высказываться. Может быть, меня оскорбляет, скажем, сожженное сочетание цветов. Может быть, нет. На самом деле я, благодаря, скажем, работе моих студентов, я наблюдаю каждый год за тем, что происходит возле памятника советским солдатам, и мы видим, что там, конечно же, все больше и больше развлечения, и этот политейнмент, или, условно говоря, сочетание политики и праздника, оно присутствует везде. Ясно, что мы не можем сравнивать какие-то конкретные мероприятия между собой, но жанр массового гуляния, праздника, который, естественно, выражается и в мусоре, который оставляется, и в... Ну, мусор быстро убирается, вон, справедливо. Да, и в алкоголизации и так далее. Кто, что хочет увидеть. Несомненно, то есть, с одной стороны, и потом видеть в народном гулянии какой-то один чистый жанр невозможно. В принципе, и праздник песни тоже заканчивается часто, скажем, возлияниями и мусором из мороженого и чипсов, но, естественно, для... Ну, в том числе людьми, которые в изрядном подписи потом валяются... Вопрос, что я хочу увидеть, если я хочу увидеть это в празднике песни, я это увижу. И вопрос тогда, собственно говоря, что мы хотим с тобой видеть в сожжении этого платья. С одной стороны, а это сожжение определенных цветов, и цвета эти имеют историческую и политическую нагрузку здесь, в Латвии. Я уже упоминал, что мне действительно очень печально наблюдать за тем, как смерть человека на фронте, смерть от мучений в тылу, скажем, разбитые семьи и так далее, и все то, что происходило во время Второй мировой войны на территории бывшего Советского Союза, что все это эксплуатируется и правительством Путина, и эксплуатируется и местными политиками русскоязычными, естественно, латышскими. То есть, по сути дела, если мы говорим о колорадских жуках, ведь это что? Это вредители. Так вот, на самом деле, может быть, Калния-то была в этом своеобразном историческом маскарадном костюме тоже как своеобразный вредитель. Знаешь, я с тобой здесь не соглашусь в том смысле, что, как мне кажется, ну, возможно, Сандра Калния-то и ставила такую задачу, но мне кажется, что что задевает в этой истории? Потому что вот этот символический жест, который они сделали, он, в общем, относится, можно считать его, некое отношение ко всей русскоязычной общине. Потому что я недавно выступал как раз по твоему приглашению в англиканской церкви, где была интересная дискуссия о разном восприятии 8 и 9 мая. Так называемый «Вечер примирения». Да, «Вечер примирения», где была латышская, латышские журналисты, русские журналисты, и мы, каждый выступил со своей речью. И вот как раз я там говорил о том, что, об этих стереотипах, о том, что когда говорят, что русские прославляют Сталина, которые идут к 9 мая, что они там, в общем, сидят и все думают о том, как завоевали латышей, в общем-то, это главная цель. То, в общем, я как раз рассказал о том, что многие русские или русскоязычные и читали Солженицына, читали Гинсбург, читали Шаламова и прекрасно знают о том, кто такой Иосиф Сталин. И далеко не все боготворят Иосифа Сталина. Это тоже стереотип. Но вот, например, опять же, рассказываю историю своего деда. Мой дед прошел блокадный Ленинград. Для него 9 мая был главным днем. Хотя он, конечно, не ходил к памятнику, но он всегда говорил, мы остались живы. И за это спасибо. Да, и бабушка моя, они тоже праздновали. И делать вот из этого, что все. Я пошел к памятнику, я смотрел, что там происходило. Я, конечно, увидел то, что я не хотел увидеть, но я больше увидел того, что, в общем-то, не вызвало у меня какого-то отторжения. Да, там были люди, которые были в алкогольном опьянении, но их было не больше, чем на любом другом масштабном мероприятии. Я увидел детей, которые общались чудесно с полицейскими, с этим конными полицейскими. И это было достаточно по-доброму, и те полицейские, которые говорили на латышском языке, мило общались как раз с русскими детьми. Вопрос, что, если бы я был там, допустим, журналистом определенного издания с какой-то четкой позиции, я бы, конечно, нашел этого мужчину с животом и с Путиным, сфотографировал, показал, все они такие. Но вот это обобщение, и мне кажется, в этом жесте как раз и Карли Шадорский, и Сандра Каунтин, они обобщают. Они показали свое отношение ко всем, кто не является латышом в этой стране. Ну, или, по крайней мере, ко всем, кто является русскоязычным в этой стране. И таким образом они продемонстрируют, вот мы, а вот вы, и вас надо сжигать. И вот, мне кажется, вот это многие считали в этой акции. Несомненно, потому что, если мы говорим о политической символике, то сожжение, особенно в контексте вообще европейской культуры, начиная с тоже Инквизиции, сожжение нацистами книг и так далее, то есть сам акт уничтожения огнем, он во многом воспринимается как, скажем, слепое преследование другого, инакомыслящего или, скажем, инакодумающего. Дело в том, что думать по-другому и иметь право на это в публичном пространстве для меня это часть, скажем, зрелости самого общества, которое, может быть, позволяет это. То, что Кални это совершило, скажем, такой произвольный акт Инквизиции, Инквизиции по отношению к памяти другого, это, я опять хотел бы подчеркнуть, это недостойно латвийского политика, которая должна думать о последствиях, которая должна, несмотря на свою собственную травму, которую, уважать которую она просит, допустим, меня или представителей других этнических групп, имеет на это полное право, она не в состоянии, видимо, была осознать, или наоборот, нет, знаешь, на самом деле мне кажется, все, пора, я устал от попытки оправдать этих людей, это безответственная акция, она, это опасная акция, и я думаю, что так, как Сандра Кални это, в принципе, интеллектуал, хотя не все интеллектуалы хорошие люди, она прекрасно знала, о чем идет речь, поэтому СМИ там и были, это вряд ли был прям пикник знакомых и друзей, да. Это были фотографии, я могу тебе сказать, как человек, долгое время работающий в СМИ, что такие фотографии из-за кустов не делают, да, это была... Тем более, да, это, по сути дела, была инсценировка, да, это была инсценировка, это был символический акт сожжения неправильной памяти. Она хотела это показать, она хотела это показать. Тем самым вопрос, опять, можно задать и с другой стороны, да, хорошо, этот символ для нее, для Шадурского, для очень многих в их сознании является символом продолжения оккупации, да, мы можем принять этот тезис, мы с тобой можем жить с этим, да, мы не будем сейчас, допустим, пытаться играть с цветами государственного флага или, я не знаю, там, придумывать какие-то акции, там, 17 июня или так далее, и так далее. То есть, иными словами, мы можем с этим жить. Вопрос, почему с памятью другого, которая для многих является, опять же, символом оккупации, политики не научились работать. И ответ очень простой, они не хотят этого делать. Они не хотят. То есть, по сути дела, сжечь это платье и объявить, что это колорадский жук, там, используя все символы и всю семиотику, это проще, это вульгарнее. А вульгарнее, потому что, на самом деле, эти политики за 25 лет довели избирателя до вульгарного существа, невротика, человека, который истощен политической порнографией, раз уж мы вернулись к этой теме. И то, что она сделала, по сути дела, это был акт вредительства. То есть, она в какой-то степени в этом... То есть, она сыграла того, кого она позамошла. То есть, по сути дела, в этой инсценировке политические продиктованные, она сама была вредителем. Почему? Не потому, что я сейчас пытаюсь оправдать, там, сталинизм и так далее. Мы с тобой уже решили и поняли, что обсуждать это больше не будем, не имеет смысла на это тратить время. Но речь идет о том, что с тем, что в ее понятии является неправильной память, или, условно говоря, периодом оккупации, который для нее символизирует это платье, с этим надо работать. Объясни. Сделай то же самое с пространством вокруг памятника. Позволь существовать параллельной версии, в то же время уважая то, что для очень многих латышей, которые воевали в составе Красной Армии, важно было, жаль, что это не важно для Кални, это освобождение Европы от фашизма. И в этой коалиции участвовали и англичане, и французы, и американцы, условно говоря, представители либерального капиталистического мира. Такова была комбинация тогдашней, скажем, европейской геополитики. Ну, кстати, представители посольства США при Обаме, когда между Россией и США была такая разгрузка, перегрузка, перезагрузка, они возлагали цветы к памятнику освободителям. Такой эпизод был. Потом у меня геополитическая ситуация изменилась. И опять же, проблема стоит в том, что и в современном российском обществе, где все менее и менее, скажем, вернее, наоборот, сокращается пространство свободы, величие Второй мировой войны, ведь очень многие мои знакомые не отмечают этот праздник, они в этот день скорбят. То есть, по сути дела, да, с одной стороны, это символ победы, героический поступок, но ведь этот поступок, так же, как и блокады, ведь они связаны с безумными, а главное, бессмысленными жертвами. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, потом вернемся к программе «Зима близко» в рамках программы «Культ просвета». Оставайтесь с нами. Добрый день, мы вернулись в студию. Напоминаю, это программа «Зима близко», когда мы обсуждаем актуальные геополитические вопросы, вопросы скажем, общественной значимости в латвийском обществе и в мировом пространстве. В студии мой коллега Вадим Родионов. Денис Ханов и звукорежиссер Родион Золотарев. Телефон на прямого эфира 672-12-93-9 и 672-13-93-9. В этой части мы будем принимать ваши звонки. Звоните нам. Звоните нам также из-за рубежа, код плюс 371, и пишите в WhatsApp 230-6191. Примем звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер. Да, Ларис. А вы знаете, у меня вызывает не возмущение, не удивление, а просто понимание того, что, наверное, у нас все-таки что-то неадекватное, короче говоря, нашей политике. Потому что мне это напомнило, как вот мальчишки маленькие, там костер разыкли, давай кидать туда, и вот вокруг костра веселиться. Ну, я не знаю, по-моему, это уже, ну, не знаю я как. В общем, короче говоря, у меня впечатление неадекватности. Спасибо. Спасибо. Ну, вот, кстати, аналогия, которую сказала наша радиослушательница, развели костер. У меня есть знакомый, который пострадал очень серьезно в детстве, потому что они развели костер, нашли патроны, бросили туда, он лишился глаза, ему пробило легкое, но он выжил, но сейчас у него искусственный глаз. Это как раз о последствиях. А если мы говорим о действиях Александра Калнета и Карлеса Шадурскиса, у этой истории могут быть политические последствия, потому что, во-первых, это задело очень многих людей. То есть, возможно, это повлияет на электорат, они пойдут и проголосуют, и скажут, какие молодцы, сожгли там неправильный символ и так далее, но многие просто это ведь сеет ненависть. То есть, это вызывает отторжение даже у людей, которые, скажем так, ну, достаточно либеральных взглядов. Ну, вот меня эта акция оскорбила, хотя я там не поклонник президента России, там, русского, какого-то имперского создания. Да, не забывай, раз в три минуты упоминать этот рефренд, чтобы нас все-таки считали лояльными. Да, да, и чтобы мы еще были лояльными. То есть, вот я как раз считаю, что это костер с этими патронами. Ну, может быть, с снарядом, но с патроном. Проблема только в том, что сама госпожа Калнета вряд ли пострадает. Скорее всего, она снова попадет в парламент или займет новое теплое место в рамках своей партии, потому что, в принципе, разделение постов здесь, в Латвии, или за рубежом так или иначе происходит, и элита партии всегда получает то, что им необходимо. Но пострадает общество. У нас так уже в обществе давно проблемы со зрением. Да, может быть, у большинства из нас уже есть какой-нибудь хрустальный глаз или, я не знаю, фарфоровый, благодаря которому мы видим хуже, или, может быть, наши представления о латвийском мире изменены. Проблема в том, что, условно говоря, обоя-ребоя, мы видим схожие символические действия со стороны, условно говоря, русскоязычных партий. Мы не говорим там о сожжении национальных символов. Ясное дело, что это чревато, и на это вряд ли пойдут. Но, например, те же выступления и мобилизация, условно говоря, русскоязычного населения во время, значит, конфликта Рижской думы или мэра Рижской думы с правительством, то я видел, мы когда с тобой как раз обсуждали эту тему, я видел людей, которые возвращались с Домской площади, с, скажем, с демонстрацией перед Рижской думой, и они несли в себе именно этническое, не правовые аспекты, не вопросы какой-то политической партии и приоритетов, а это была мобилизация по этническому принципу. Именно это я ставил в вину согласию и их лидерам. Но, по сути дела, мы видим зеркала, которые поставлены друг против друга. И, в принципе, у Кални это есть свои, скажем, двойники в других партиях. К чему все это приведет? Патроны вряд ли, простреленное легкое тоже вряд ли, но это будет очередной виток, да, но будет очередной виток отчуждения. На самом деле, если кто-либо русскоязычный, который не находит себя в латвийских СМИ, который не находит себя в речах латвийских политиков, например, национальный беденний вообще не подозревает о существовании русскоязычного электората, они ему не нужны никогда. Откроет подобный журнал или, например, увидит это у тебя в Фейсбуке. Ну, что это будет? Это будет очередная констатация того, что люди, которые прочтут этот журнал в своих же собственных стереотипах, утвердятся. Ну да, но здесь как раз патроны-то ведь могут взрываться не сразу, да. Мы видим, как у антидепрессанта, например, у него накопительный эффект. Ну, это позитивный накопительный эффект. Если человек болен, он принимает таблетки, они действуют не сразу, а через две недели, через месяц и так далее. У этой истории с ненавистью тоже накопительный эффект подходит. Мы наблюдаем, на самом деле, как мне кажется, в последние лет пять очень важные переломы. Потому что сначала, ну, если мы разделим условно и очень грубо наше русскоязычное общество на разных людей, ну вот возьмем там среднестатистический простой человек. Он русский, он смотрит русские фильмы, он не сильно интересуется политикой, у него нет высшего образования. Возможно, не гражданин и не знает, как пишет. Ему не нравится эта история, в общем, она не нравилась. Но за последние годы, посмотри, что происходит с людьми интегрированными, с высшим образованием. То есть, отчуждение по этническому принципу происходит и в том числе вот в этой высокоинтеллектуальной прослойке. И мы это видим, когда люди, которые считали, что они могут стать частью этого общества, они могут приносить пользу этой истории. Все приносят пользу стране, даже человек, который не знает латышское, и вообще убежден, что патриот может не знать государственный язык, вот это измерение, что только знание государственного языка делает человек патриотом. Да не только. Нет, конечно, язык – это средство. Ну, не знаю, он может болеть за страну и не знать государственный язык. У нас все это превратилось в какое-то вот… Ты хуже говоришь по-латышски, путаешь и кончаешься. Значит, ты не до конца патриотичен. Вот это бред, честно, правда, когда язык становится неким таким миром. Но сейчас-то мы видим, что, в общем-то, я знаю ученых и серьезных ученых русскоязычных, которые разочарованы, и которые, в общем-то, начинают себя больше чувствовать русскими. Именно у них просыпается эта этническая принадлежность как знак протеста. И вот это, мне кажется, очень важный момент. Что, в общем-то, позволяет Сандре Калне делать такие вещи, потому что она стимулирует, в том числе, и обратный эффект? Да, но я не знаю, может быть, нам стоит закончить историю Сандре Калне, и мы достаточно много времени ей посвятили. Еще несколько лет назад она, на что она имеет право, да, она вела разъяснительную работу по, скажем, вопросам латвийской истории, они мне могут нравиться, эти версии или нет, но она занималась этим на уровне интеллектуального дискурса, цикла лекций и так далее в Европарламенте, там были какие-то символические акции и прочее, прочее. Посмотри, насколько деградировала она сама. То есть, по сути дела, она сейчас опустилась до подобных дешевых, действительно вульгарных таких акций с сожжением, а собственно говоря, что сжигается? Сжигается попытка и возможность узнать и услышать, а почему часть населения настолько вцепилась в те символы, которые распространяет Путин и его правительство? Почему Вторая мировая война с множеством жертв, с огромным потоком горя, ненависти, травм и так далее? Почему эта война, по сути дела, становится средством для поддержания вот этого ура-патриотизма? Почему мертвецов никак не могут оставить в покое, а за ними снова встает тень вождя? То есть, самое страшное, что может сделать диктатор, это вернуться снова в сознание людей через много поколений после его ухода и стать снова любимым. Вот это, я думаю, ну просто гигантский успех для любого диктатора. У нас есть еще звонки. Да, много звонков. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Гаррия Михайловна. Я очень люблю вас, уважаемые ведущие, да, очень вам благодарна за все, за собственность, что вы делаете для нас, да, за то, что сейчас слышалось, да. У меня, знаете, я родилась в России, но я всю жизнь здесь прожила, в тех вечном возрасте. Мои родители давно здесь лежат. После войны они приехали, они строили Латвию, потому что в России было негде жить уже, не осталось своих домов, да. Здесь можно было как-то прокормиться. А родители умирали с голоду, и в концлагере у меня мама была 4 года, и отец 8 лет войны. Вот сейчас все это слушаю, и так как мы живем, знаете, у меня просто глубокое разочарование во всем, то, что происходит, да, у меня внучка, да, мне стыдно. Вот для этих людей, да, да, наверное, где-то, может быть, они в чем-то ущербны, может быть, вот. Но все равно разочарование есть, чтобы положила свою молодость, жизнь, чтобы вот сейчас вот это происходило. И я только рада, слава тебе, Господи, что мои родители не видят сейчас этого, да. Я думаю, чтобы они не могли это все нормально выдержать. Да, спасибо. Всего доброго вам. Удачи. Спасибо большое за теплые слова. За все, вы правы, вы сто миллионов раз во все. Спасибо. Спасибо большое. Трогательно, на самом деле, большое спасибо. У нас есть еще звонки? Да. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Владимир. Да, Владимир. Давайте, Александр Калнин, остаемся в покое, займемся мистером Шадурским. Расскажу вам совершенно правдивую историю. Я строитель, и я работал у господина Шадурскиса. Уникальный случай. Господин Шадурскис примерно миллион евро тратит на свои недвижимости на территории Лапии. Хорошо, что они за границей. Так вот, у него работали, я не знаю почему, все русскоязычные парни. И мистер Шадурскис, когда мы на него работали, он с нами говорил на русском языке, совершенно спокойно, без какой-либо неприязни. И мы однажды как бы говорили, а почему же по-другому вы там в телевизоре себя видите? Он говорил, ребята, у вас есть работа маляры, а у меня другая работа. Вот так вот он вам сказал. Да, мне страшно становится за другое. Я просто вижу, что министр в те времена не получал таких сумм, которые тратил. Вопрос, кто ему и за что платил эти деньги? Это вопрос к другим инстанциям. Потому что у нас проблем нету, они просто пыздят наши деньги. Да, спасибо вам. Ну вот это прямой эфир. Да, в прямом эфире происходит все, что угодно. Да. Действительно, может быть, мы оставим в покое этих двух человек, которые сжигали платье в саду, и они получили, видимо, от этого удовольствие. У нас три кандидата в президенты. Левит, Янсунс и Шмидт, да? Да. Шмидт, кстати, выступил с очень проникновенной речью. Ты читал это? Нет. По поводу того, что на баррикадах мы стояли все вместе, и когда, ну вот, когда, в общем-то, я, говорит, был еще ребенком, мы там тоже стояли, и когда, в общем, была угроза того, что пойдут танки, хотя она не осуществилась, подошел русский мужчина и сказал, так, ребята, сейчас все серьезно, вы уходите, а мы тут уже постоим. И он сказал, что я хочу извиниться перед русскоязычными за то, что, в общем-то, ну, их кинули последнее. Поздно, поздно, поздно. Вопрос, популизм это или нет, ну, по крайней мере, кандидат в президенты, у которого, как мне кажется, очень немного шансов стать президентом, выступил с достаточно такой серьезной речью, обращением к русскоязычной части общества, он это сделал, потому что другие кандидаты этого не делают. Хорошо, что ты скажешь о господине Янсенсе? Ну, господин Янсен, кстати, в свое время стал омбудсменом благодаря согласию, это интересный момент, кстати, я помню... Согласие тоже не нужны, эффективные омбудсмены, я тебе говорю. Да, я просто помню один эпизод, я тогда работал журналистом, я как раз был в Сэйме, и Янсенса сделали, ну, благодаря голосам согласия, и вообще они его лоббировали, активно делали омбудсмены, он сразу откатался говорить по-русски, и тогда, если не ошибаюсь, я не сурбанович ему позвонил, говорит, слушай, ну, как это так, он потом стал говорить по-русски, но, в общем-то, это был такой кот в мешке, согласие потом от него пыталось откреститься, но господин Янсен, на мой субъективный взгляд, это исключительно моя оценка и не является истиной в последней инстанции, вообще не является истиной, мне кажется, очень плохой омбудсмен. У нас в стране вообще хороших омбудсменов до сих пор не было, потому что, в принципе, они как бы плоть от плоти нашего Сейма, потому что он утверждает, собственно говоря, людей на эту должность, и дело в том, что, наблюдая за его карьерой, да, я тоже вижу, что, в принципе, он создал свой образ, скажем, в стиле, ну, скажем так, новогодних рассказов Чарльза Диккенса, или, допустим, я объясню, почему на самом деле там скрывается некоторый укол, я не говорю о милых рассказах о Рождестве, но я говорю, и, допустим, в стиле сказок Андерсон, там вот девочка со спичками и так далее, то есть это попытка создать образ защитника слабых, сирых и убогих, это безопасно в политическом смысле, это всегда может пополнить политические ресурсы, потому что в бедном обществе, когда людям говорят, что вы бедны, я это знаю, я буду вас защищать, я буду сейчас обращаться к Сейму и буду, условно говоря, стану вашим защитником, это всегда моментально срабатывает, человек становится популярным, и он является, скажем так, таким трибуном народа, то, что этот омбудсмен ничего не сделал для искоренения реальной дискриминации на рабочем рынке, в культурном пространстве, на уровне, допустим, общества потребления услуг и так далее для различных меньшинств, включая LGBT, да, то есть это часть нашего общества, и так как мы есть часть европейского сообщества, то права этих людей закреплены во всевозможных, скажем, нормативных актах, под которыми мы подписались, которые мы ратифицировали. Ни разу публично не было произведено ничто, что могло бы помочь, условно говоря, поменять общественное настроение. Были какие-то попытки симулятивного характера создать рабочую группу, все это ничем не увенчалось, потому что там были собраны, в принципе, консервативные священники и так далее. То есть, в принципе, этот омбудсмен изображает из себя, скажем, представителя, не знаю, боготворительного общества, который заботится о, допустим, больных старика, кто будет против того, что он скажет о том, что, словом говоря, часть детей в Латвии живут в бедных семьях, или, допустим, посмотрите, какой ужас у наших пенсионеров маленькие пенсии, да, решить он это не может, помочь он им не может, но это обыкновенная пустая риторика. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вы думаете? Да, добрый день. Добрый, как вы думаете? Меня зовут Юрий. Да, Юрий слышал. По поводу первого вопроса, можно высказать? Да, пожалуйста, говорите. Для меня это сигнал. То, что сейчас делал Аккал вместе с Шадурским, это сигнал. Сигнал не очень хороший, что мы по-прежнему будем делить общество, по-прежнему будем все делать перед выборами, чтобы вы нас выбрали. И вторая часть общества, чтобы вы нас ненавидели. И это означает еще, что ничего не будет сделано. И второй сигнал, сигнал, который никто не как-то глупо не замечает, что да, действительно, если они разыгрывают такую карту, они делать больше ничего не будут. И все по-прежнему останется. Это сигнал всем людям, их ректорам, что все останется, как и было. Но, как останется и как было, не в плане хорошего для них, а в плане того, что как и было и раньше. И значит, может быть, для кого-то это чуть-чуть будет хорошо, но в основном все будет так же плохо, как и было. Да, спасибо вам. Очень пессимистическое наблюдение. Да, мне кажется, очень важную мысль, извини, что тебя перебил, мне кажется, это важно отметить. На самом деле ведь проблема не только в Калне, это не только в Шадурске, проблема во всех нас. И это гораздо глубже, потому что в странах, где общество не позволяет своим политикам вести себя так, есть, конечно, такая фраза, она достаточно принадлежит, ее разным людям приписывают, и Бродскому в том числе, что президенты делают со своими странами то, что не позволяет им делать с ними свои жены. Но тем не менее, мне кажется, она... Опять мы как-то спускаемся в интимную область. Да, ну так получилось, учитывая, что платье-то на Калне разрезалось в Шадурске, в этом что-то есть, безусловно. Но общество это позволяет, общество готово это принимать, и когда мы говорим о том, что ничего не изменится, это проблема не только политиков, это проблема нас самих, что мы, в общем-то, не готовы. Да, потому что посмотри, на самом деле, я согласен с нашим радиослушателем, все это негативное аккумулируется, ненависть, это не исчезает, она уплотняется, это становится каким-то новым ресурсом для популистов. И на самом деле здесь мы должны все-таки подойти к очень, скажем, серьезному вопросу. Жаль, что госпожа Калне настолько увлеклась этими ритуалами, что не понимает, что, по сути дела, именно это, эти действия, без объяснения, без работы над политикой памяти, может ослабить латвийское общество и, условно говоря, наш иммунитет против, допустим, той же пропаганды Великой России. А дальше скажу кощунственную вещь. Мне кажется, что, с одной стороны, всем все равно, что будет, потому что мы с тобой уже затрагивали этот вопрос, что такое выбор в Европарламент. Это возможность для конкретных людей устроиться, в общем-то, и хорошо проводить время, жертвовать свои партии, использовать эти ресурсы. И будем откровенны, что сделали наши депутаты Европарламента. Ну, они могут много рассказывать о том, как они ходят на родные пленарные заседания, но, по большому счету, на моей жизни лично действия никого из них не отразились. Ну, я просто себя беру как простого среднестатистического гражданина Латвии. И мне предлагали несколько партий, чуть ли не возглавить их списки. И я просто помню эти формулировки, если ты точно пройдешь, все будет в ажуре. Знаете, я говорю, ребята, я еще не готов уходить из профессии. Спасибо, конечно, но это не моя история. То есть мне предлагали стать, ну, там, да, у меня были бы, наверное, неплохие шансы войти в Сейм. Мне предлагали просто место, ну, как бы вот из серии. Там хорошая зарплата, там социальная гарантия, получишь дипломатический паспорт и так далее и тому подобное. То есть у нас это так выглядит. Я не верю, к сожалению, наверное, в идеалистов политики. Есть отдельные люди, которых я уважаю, которые, как мне кажется, что-то хорошее делают. Но в целом, конечно, многие рассматривают это как трамплин для политической карьеры. К сожалению, это так у нас. И всем все равно, что будет с нашим обществом. Более того, скажу, что может быть еще более кочунственные вещи вообще у нас с тобой, в общем-то, после этого тоже заклемят нелояльными. Россия многим реально выгодна, потому что страшный Путин – это самый простой путь, самая простая возможность рассказывать о том, почему у нас все не очень хорошо в налоговой системе, здравоохранении. Вот потому что рядом есть некий великий диктатор. Опять же, ямы на дорогах тоже можно объяснить. Князь тьмы или, как он назывался, в играх престола, который на нас нападет, да, и можно оправдать все, что угодно. Ну, несомненно, то, что латвийские политики из-за национализма, который исключает другого, да, мы сегодня начали наш разговор с эгоистического, с великана-эгоиста, не пуская другого в свое пространство, не слыша его, сжигая что-то, что важно другому, не объясняя, не пытаясь что-либо другое предложить. По сути дела, эти политики, включая Калнида и Шадурского, они ослабляют латвийское общество, общество не может, скажем, функционировать как раздробленное, ослабленное общество. По сути дела, ну, надо сказать, что часть этих политиков действительно льют воду на мельницы восточного соседа и соседа, который также эксплуатирует свое общество, более своего общества и пытается, скажем, создать свой политический образ ценой эксплуатации памяти. Но я бы все-таки не сказал, что они дураки, в том смысле, что, в общем-то, и себя они обеспечат, и своих детей они обеспечат. Вы знаете, вот недавно, как раз сегодня первый канал, российский первый канал аннулировал результаты шоу «Голос дети», когда общество встало на дыбы, увидев, что дочь Алсу незаслуженно победила, возникли сомнения, и сегодня выяснилось, что боты сделали свое дело, и это была накрутка голосов. Это очень хороший симптом и сигнал в соседней стране, он, конечно, не является какой-то тенденцией, но мне кажется, что, когда наше общество поймет, что это боты, когда наше общество поймет, что вот это уже откровенное, какая-то, не знаю, манипулирование, ложь и так далее, когда общество скажет, все, мы этого не хотим, тогда что-то может измениться. В России это произошло на примере Первого канала. Тоже, кстати, очень серьезный симптом, что это мощнейший медиаресурс, который мог бы, по идее, не прислушиваться. Я думаю, мы могли бы закончить сегодняшнюю дискуссию специально для госпожи Калниетта, который, конечно же, не будет слушать наш канал. Возможно, будет, почему? Нас много слушают из нас блока и из единства. Ну да, надо же знать врагов, правда? Да, конечно. Закончим старинной французской пословицы, которая, надеюсь, дойдет до госпожи Калниетта, и она может немножко порефлексировать на эту тему. Кто сеет ветер, тот пожнет бурю. Большое спасибо, хотя у нас середина мая, но у нас на дворе зима, и, к сожалению, еще долго, да. И в студии был мой коллега Вадим Родионов. Денис Ханов и звукорежиссер Родион Волтарев. Спасибо. До свидания.